Уважаемые коллеги, мое выступление посвящено вопросам нормативного регулирования. В частности, я начну с рассмотрения новых нормативных документов и некоторых проектов нормативных документов, которые сейчас находятся на завершающей стадии. Я не буду подробно анализировать эти документы, потому что хочется больше сосредоточиться на проблемах, которые у нас существуют, и с учетом той ситуации, в которой мы сейчас находимся, я имею в виду, в создании, развитии, дальнейшей реализации программы цифровой экономики Российской Федерации. Напомню, что указом президента от 22 июня 2016 года было утверждено новое положение Федеральным архивным агентством, в соответствии с которым Росархив стал федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в сфере архивного дела и делопроизводства, и в том числе в сфере нормативно-правового регулирования. И практически, собственно, с момента утверждения нового положения Росархивия, собственно, началась разработка некоторых нормативных документов, которые в данном положении были четко обозначены. В частности, в УЦА прошедшее время была разработана примерная инструкция про делопроизводства в государственных организациях, которая в настоящее время уже утверждена приказом Росархива от 11 апреля этого года, приказ номер 44. Документы уже зарегистрированы в Минюстер, и практически, ну, чуть позже началась разработка еще одного документа, который называется «Правила делопроизводства в государственных органах». Одновременно с этим фактически велась разработка еще одного документа, это типовые функциональные требования к системам электронного документа оборота и системам хранения электронных документов в архивах государственных органов. Ну вот, два последних документа на слайде опозначенные находятся в стадии проекта, ну, фактически можно говорить в настоящее время уже о завершающей стадии разработки этих документов. По крайней мере, не могу сказать о всех трех документах, но, по крайней мере, первые два – это примерная инструкция и проект «Правила делопроизводства в государственных органах». которые были утверждены в постановлении правительства в 2009 году и которые сейчас еще являются действующими документами. Ну, вот, по крайней мере, примерная инструкция и «Правила делопроизводства» основывались на изучении современной практики и современной технологии работы с документами и, собственно говоря, представляют собой, ну, такие, если можно так сказать, вполне традиционные нормативные документы, хотя фактически во всех разделах этих документов, то есть во всему жизненному циклу документа отражены какие-то положения, то есть содержатся какие-то положения, касающиеся работы с электронными документами. И при разработке этих документов и в более ранний период, я бы сказала, так, начиная, наверное, с 2012 года, когда мы еще, будучи сотрудниками ДНИИДА, участвовали в разработке методических рекомендаций по организации хранения электронных документов в архивах, вот нами был сформулирован такой методологический принцип, который звучит следующим образом. «Меняются технологии работы с документами, но методологии остаются неизменны». Вот хотелось бы пояснить, в чем, собственно, заключается этот принцип и что в данном случае понимается под методологией. Ну, я думаю, что понимание этого понятия как раз нет ничего такого особенного. Методологию все понимают, я так полагаю, одинаково. Это какие-то основополагающие принципы, основополагающие методы работы с любыми объектами, с любыми процессами, и в том числе изучение любых объектами, любых процессами. Но в данном случае мы понимаем под методологией те принципы и методы, которые сложились в работе с документами. Но главным образом, конечно, в работе с документами нам важно вносить. И к таким методологическим принципам, которые были реализованы и в правилах 2009 года, главным образом в разделе 6, где речь идет об особенностях работы с электронными документами, и в ряде других нормативных документов являются следующие принципы. Если, допустим, подлинник документа на бумажном носителе, это первый или единственный экземпляр документа, как это принято принимать, созданный по установленным правилам, включенным в определенную документальную форму, то подлинник электронного документа, это документ, созданный в цифровой форме, по определенным правилам, включенным в определенную информационную систему. Юридически значимым бумажным документом является, как все понимают, документ подписан, собственноручная подпись у полномочного должностного лица. Соответственно, юридически значимым электронным документом, мы понимаем электронный документ, подписанный электронной подписью соответствующего должностного лица. Ну и, собственно говоря, это можно продолжать. Я уже не буду говорить о том, что формирование, скажем, электронных документов дела мы также осуществляем полный глагол и дел. Аналогичным образом, как это делается применительно к бумажным документам, мы определяем сроки хранения документов, проводим по тем же правилам и принципам и статистику ценности этих документов и так далее, так обхватывая весь жизненный цикл документов. Вот, собственно говоря, эти принципы и были положены в основу новых нормативных документов, о которых я говорила в начале. Но в мире развития юридически значимого документа обороны становится все более и более очевидным тот факт, что данный принцип, о котором я сказала, что меняются технологии, но методология остается неизменной, вот приходят все более, скажем так, какие ощущения и понимания, да, что этот принцип работал на определенном этапе, но в настоящее время мы подошли как раз к тому моменту, когда, очевидно, надо что-то менять в подходах, подходах к работе, в работе с электронными документами, включая и их изучение, естественно. В связи с чем, собственно говоря, вот приходит такое понимание. И вот здесь мне хочется, скажем, остановиться на понятие цифровая экономика, но прежде всего мне бы хотелось привести слова от известного российского философа, методолога, полидолога Петра Щегровицкого. В одной из своих лекций он сказал следующее. В мире нет ни одного человека, который бы понимал, что такое научно-техническое развитие. Каждый специалист видит только свою область деятельности, и исключительно в ее рамках он может рассуждать о каком-то развитии и улучшении. Цитата, возможно, не точная, потому что я ее воспроизвожу по курсной лекции. Понятно, что для большей части документов ведов я в этой группе как-то люди отношу себя. Понятие цифровой экономики, ну, скажем так, это что-то такое не совсем определенное, если не сказать запредельное. Хотя при этом, ну, в частности, вот я прекрасно понимаю, что мы уже, собственно говоря, живем в этой цифровой экономике. Но те реалии, которые мы имеем в дело, это, я бы сказала, так, не фрагменты, да, для того, что принято называть цифровизацией лей. А все-таки под цифровой экономики, под цифровой экономики, экономика, если говорить серьезно, можно понимать что-то, ну, скажем так, вполне определенное и что-то весьма существенное. Вот изучить за последнее время множество литературы на эту тему, выступления экономистов, там, политологов, философов, ну, для меня стало очевидным, что и у специалистов, скажем так, более широкого профиля, не то чтобы нет единства в понимании того, что такое цифровая экономика хотя бы в общих чертах, но существует настолько большой разброс понимания вот этого феномена, ну, примерно, вот, можно сказать так, от блокчейна, там, и майнинга, да, до возобновляемых источников энергии и технологии управления обществом на основе больших данных. То есть, с точки зрения, вот, примерно такие, настолько, как бы, расходящиеся. Отчасти это понятно, потому как люди, скажем, пережившие, там, первую промышленную революцию, вторую промышленную революцию, они вряд ли, наверное, ощущают, что они живут в период какой-то промышленной революции. Это уже много лет и веков даже спустя исследователи оценили и определили соответствующим образом эти исторические периоды. Вот, мне кажется, что мы примерно в таком же положении находимся сейчас. По-видимому, единственное, что возможно, это более или менее определенно сформулировать цель и вытекающие из нее задачи, которые мы хотим решить, чтобы понимать, хотя бы в таком направлении двигаться в дальнейшем развитии. Ну, после такого, как бы, отступления вернусь к некоторым событиям в нашем уже времени, к нашей действительности. Вот, что мы имеем сейчас? Ну, вот, вы видите на слайде все эти документы, начиная с указа президента, с тратиги развития информационного общества и включая, естественно, программу цифровая экономика, которая теперь, вроде как, старого институционального проекта, и, соответственно, в главном мероприятии по направлению нормативного регулирования, который был утвержден правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни. Вот, в частности, в стратегии развития информационного общества дается определение понятия цифровая экономика, где цифровая экономика определяется как хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, ну и так далее. А главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики, опять же отмечается в самой стратегии, является внедрение технологий обработки данных, что позволит уменьшить затраты при производстве товаров и оказанных услуг. Из всего этого можно сделать выбор, что стратегия реализована всем хорошо известным, но чисто технократический подход. Я бы сказала, что это фактически те грабли, на которые мы уже выступали при создании электронного правительства, в результате чего было потеряно 6 лет, где-то начиная с 2000 года по 2006, и электронное правительство удалось создать только софтовой попытки, как всем известно. Естественно, возникает вопрос, почему, да, вот по крайней мере, ну напрашивается такая оценка. Да, дело в том, что, ну я опять же приведу аналогию с электронным правительством. Первая попытка была неудачной именно в силу того, что основное внимание было обращено на технологии. То есть это была такая попытка внедрить технику и технологии без обращения внимания на собственную докуменционную составляющую, информационную и докуменционную составляющую тех процессов, которые участвуют в реализации задач электронного правительства. Вторая попытка оказалась, естественно, нормальной уже, вторая попытка привела, собственно говоря, к созданию электронного правительства по той простой причине, что была проведена реформа органов управления. Было четко определено, что есть государственная функция, а что есть государственные услуги. И вот на те услуги, которые предполагалось реализовывать в рамках электронного правительства, к их описанию применен процессный подход, были разработаны административные регламенты, которые получились, естественно, реализовать уже на уровне информационных технологий и значительную часть исключительно в электронном виде. И по индексу развития электронного правительства, а в этот индекс оценку это проводит организация миллионных наций, мы находимся на достаточно высоком уровне. Вот возвращаясь опять к цифровой экономике, да, хочется сказать, что если полагать все-таки, что цифровая экономика должна как бы стать базисом такой новой промышленной революции, да, и она должна как бы в связи с этим привести к каким-то абсолютно новым формам управления общества, то, конечно же, вывод можно сделать только один, что необходимо реформировать систему управления, ну, обществом и целым, да, будем так говорить. При этом, вот как мне кажется, речь должна идти на такой системе управления государством и обществом, которая имеет дело не с результатом каких-то событий и принимает решения, вот имея определенный результат, то есть в этих условиях ей, как говорится, приходится бить по хвостам, да, есть такое выражение, а работает на опережение. Вот в такой системе, да, управленческие решения направлены не на улучшение реальности, а на создание новой реальности на основе точного прогноза определенных событий. Вот, конечно, решение таких задач, ну, просто невозможное без обработки тех же больших данных, да, и других возможностей, которые появляются у человечества именно благодаря новым информационным технологиям. Ну, во всяком случае, как мне представляется, ставить задачу изменения формы хозяйства, вот исключительно, да, хозяйства, без качественных изменений самой системы управления в части базовых функций в органах власти и организации, ну, это, скажем так, заранее обрекать себя на неудачу. Ну, и, как бы, в заключение уже возвращаясь к нашим проблемам, то есть к проблемам через документаличество. Ну, полагаю, что мы не увидим путей дальнейшего развития, как бы, в нашей науке и, в том числе, и направлений в рекламных исследованиях, пока не найдем своего места вот в этой цифровой экономике, которая должна формировать эту новую реальность. Возможно, и если мы, ну, и, соответственно, не найдем тех направлений развития, по которым должно пойти и документоведение, и архивоведение. Что для этого нужно? Ну, на мой взгляд, и то, что у нас для всех присутствующих, понятно, что цифровая экономика невозможна без документа. Причем, понятно, что без цифрового документа. Поэтому считаю, что первое, на что, конечно, нужно обратить внимание, это нужно попытаться по-новому посмотреть на электронный документ. И, возможно, следует начать именно с обхода методологического принципа, вот о котором я говорила. Что технологии меняются, а методология остается безменной. Вот, очевидно, это все-таки не так. Меняются технологии, и должна меняться методология. Вот вопрос, как, в какой степени, да, и каким образом. Вот это те вопросы, на которые, как мне кажется, мы должны ответить, постараться, по крайней мере, умели ответить в самое ближайшее время. Почему, по крайней мере, да, прихожу к такому выводу, приведу, вот, есть, есть, нет, есть, будет такая возможность. Два примера, я хотя бы, один пример из, один, из сферы демокроизводства. Ну, вот, всем известно, да, что дело производства и регистрация документа является, таким, скажем так, можно сказать, центральным, одним из центральных этапов в жизненном цифре документа. И каждому документоменту известно, что мы сначала документ подписываем, а потом мы его регистрируем, присваиваем результату, соответственно, и дальше, собственно говоря, он становится юридически значимым документом. Но, когда мы работаем с электронными документами, которые подписываются усиленной, квалифицированной электронной подписью, да, мы сталкиваемся с совершенно иной ситуацией. Потому что, если мы будем регистрировать документ после подписания электронной подписью, то нарушим, как бы, валидность документа, валидность электронной подписью. И, таким образом, в системах электронного документа оборота, по крайней мере, вот участников МИДО, приходится применять, ну, ту, ту, ту методику, как бы, которая была разработана МИДО в связи и ФСО совместно, когда документ подписывается, а затем формируется отдельно файл с элементами регистрации, с графическими элементами регистрации документа, в который в виде отдельного файла вкладывается в этот транспортный контейнер и так далее. То есть, вот, на данный момент данная технология работает, но она, по сути дела, да, нарушает традиционно сложившееся, вот, дело-производстве, да, правила, скажем так, работы с документами. Ну, аналогичный пример можно было бы привести и относительно самой регистрации, которая, как я сказала, является для бумажных документов одним из центральных этих этапов жизненного цикла документа. Но если мы, опять же, говорим об электронных документах, то в этом случае уже не регистрация становится таким значимым этапом, да, жизненного цикла документа, включения документов в информационную систему. И регистрация становится частным случаем вот тех процессов, которые обеспечивают включение электронных документов в систему наряду с классификацией, там, размещением документов в системе и так далее. С фиксацией, там, определенной части метаданных, там, и так далее. Ну, как дворец, можно было бы приводить и другие примеры. Заключая, подходя уже к общему выводу, хочу обратить еще на один момент внимание, что серьезного исследования требует и процедура документирования, создания электронных документов, в частности, с использованием интерактивных форм, то, что фактически стало уже реальностью направленным, но не на что, по сути дела, никакого отражения в исследованиях, никакого анализа соответствующего на эту тему нет. Вот, обозначив вот такого рода проблемы, хочется сказать в заключение, что основной нашей задачей, да, вот на ближайшую перспективу, является задача протирования вот этой методологической базы управления электронными, то есть цифровыми документами, исходя именно из специфики этого документа и с учетом задач, которые решаются или должны решаться системой управления в новых условиях, условиях цифровой электронологики. Спасибо. Спасибо.